О ней будут писать стихи. А стихи будет писать... Герасимов! ...чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье. Да, Коля Герасимов. Ну, мне пора. Наталья Кусева – популярная советская и российская актриса, в арсенале которой почти десяток сыгранных ролей. Любовь зрителей она ощутила ещё в детстве, после выхода на экраны фильма «Гости из будущего», в котором сыграла главную героиню – Алису. Эта актриса навсегда останется в гости из будущего, ведь именно в таком образе её запомнили многочисленные поклонники. Образ Алисы преследует Наталью Гусеву на протяжении всей её творческой биографии, хотя это далеко не единственная роль актрисы. Наталья Евгеньевна Гусева родилась 15 февраля 1972 года в городе Извенигород, Московской области, в обычной советской семье. Каких было много, но несмотря на это, родители души не чаяли в своей дочери и готовы были идти на всё ради её успешного будущего. Её отец Евгений Алексеевич был рабочим, а мать Галина Марковна трудилась медиком. Будущая звезда росла в семье, далёкая от кинематографа. Для неё бесконечно интересным было разглядывание разных насекомых. Ими она увлекалась даже больше, чем общением и играми со сверстниками. На вопрос, с кем ты хочешь стать, Наташа смело отвечала энтомологом. В 1979 году семья Гусевых перебирается на постоянное место жительства в Москву. Наталья, будучи единственной любимой дочерью, должна была получить достойное образование в одной из лучших школ столицы. В том же году Наталья идёт в первый класс школы номер 692. Шли годы, но интерес к изучению насекомых не угасал. Из детского увлечения насекомые превратились в стремление связать с этим жизнь. Целью было поступление в МГУ, на биологический факультет. Понимая, как много нужно знать и приложить усилия для поступления, она усиленно изучала химию и биологию и принимала участие в олимпиадах по интересующим дисциплинам. Также она не отставала и по другим предметам, и была отличницей. А ты английский в школе учила? У меня родители знают, и я с детства слышала. Может быть, ты ещё какие-нибудь языки знаешь? Я не очень способна, я знаю всего 8 языков. А какие? Французский. А вот испанский хуже. Я выучила его, когда была в Малаге. Наташа росла кроткой и скромной девочкой. Однажды школу, где училась будущая звезда, посетил режиссёр киностудии имени Максима Горького и пригласил на пробы нескольких девочек, которые имели отличную дикцию и не стеснялись читать стихи. В связи с тем, что Наташа Гусева была одной из лучших учениц, учительница предложила её кандидатуру. Поучаствовав в пробах, Наташа получила роль в короткометражке «Опасные пустяки». А вот я перехожу улицу только на переходе и только на зелёный свет. Вот и сегодня. Вот так, всё правильно. Не всё. Как не всё? Разве я нарушила? Бежать по переходу не следует. К моменту выхода фильма «Опасные пустяки» режиссёр фантастической киноленты «Гости из будущего» находился в поиске исполнительницы главной роли. Однажды он увидел Наталью в процессе озвучивания недавно снятой короткометражной ленты и заинтересовался ею. Приглядевшись, он пригласил её на известную всем роль Алисы Селезнёвой. Наталья, с детства интересовавшаяся фантастикой, согласилась не раздумывая. Роль Алисы, которую получила Наташа, по словам режиссёра, была словно создана для неё. Настолько органично она смотрелась в кадре и буквально вживалась в роль. Сама актриса в одном из интервью признавалась, что она ничего не изображала и просто жила своей жизнью. Наталья ответственно подходила к заданиям режиссёра и даже хотела сама выполнять сложные каскадёрские трюки. Селезнёва! Давай! В отличие от других детей актёров, которые запрасывали учёбу, маленькая звезда, напротив, стремилась всё успеть и выучить. Участники съёмочного процесса вспоминали, как она на съёмке носила с собой учебники и тетради, учила между дублями и сценами, как только выдавалась свободная минутка и всё так же не оставляла идеи о занятиях энтомологии. По окончанию съёмочного процесса к Наталье пришёл ошумляющий успех. Актрису настигло время популярности. То, к чему она не была готова. Как признавалась сама актриса в интервью, поклонники жили у её парадной, ходили за ней в школу из школы, писали письма. Сотрудники почты складировали письма в отделении и через определённое время доставляли их в дом Гусевых. Наталья была вынуждена отзываться на новое имя. Теперь она стала Алисой и гостьей из будущего. Будучи хрупкой девочкой маленького роста, она стала большим человеком советского кинематографа. Её знали и любили даже за пределами Советского Союза. Её фото печатали в газетах и журналах, на открытках и марках. Ей прочили карьеру большой кинозвезды. Но это её нисколько не испортило. Девочка оставалась всё такой же сдержанной и неизбалованной. После нашумевшей кинокартины актриса была задействована в нескольких проектах «Лиловый шар», «Гонка века» и «Воля вселенной». Что это такое? Этого не может быть. Не бойся, она летит со мной. Сейчас же заборт эту гадость. Это не гадость, а лягушка. И не лягушка, а заколдованный принцесс. И ты хотел её убить. Ты хотел выкинуть её в чёрный космос. Но они не были так востребованы, как гости из будущего. В ленте «Гонка века» актрисе досталась второстепенная роль, а в филе «Воля вселенной» остался незамеченной. Ну согласись, жизнь полна необъяснимых вещей. Йоги, вермуды, неопознанно летающие объекты. Гости из будущего. Несси, наконец. Наука бессильна перед этими фактами. Ну насчёт йогов, ты знаешь. Мой отец серьёзно занимался этим вопросом. И я тебе скажу, что все эти мариковские штучки никакого отношения к йоге не имеют. Йога – это целая философская система. А тут судьба индейка, жизнь копейка. Кинокартина «Лиловый шар», несмотря на то, что тоже была историей про Лису Селезнёву, не произвела уже того впечатления. Впоследствии, уже будучи студенткой биологического факультета, Наталье Гусевой предлагали сниматься. Было приглашение на съёмки в фильме «Авария. Дочь мента». Но актриса не приняла предложение. Из-за того, что этот образ был чужд ей. Она не хотела разочаровывать поклонников, пороча светлый образ Алисы Селезнёвой. Девушка не стремилась к карьере кинозвезды. Я ещё до того, как читала Булучёва, хотела быть биологом с ними, с биологией связанной. Так что здесь просто книжка нашла своего читателя, режиссёр, потому что нашла свою актрису. Это так получилось. Поэтому, несмотря на такую популярность, никаких мыслей не возникало дальше сниматься. Потому что у меня всё было решено ещё в три года. Увлечённая энтомологией и получив аттестат об окончании школы, она сдала экзамены в университет имени Ломоносова на факультет биотехнологии. Успешно окончив вуз, Наталья несколько лет работала в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Личная жизнь Будучи на съёмках в Белоруссии, актриса, находясь на пике популярности, познакомилась с Денисом Мурашкевичем. Юноша, влюблённый в Алису Селезнёву, хотел познакомиться с её исполнительницей. Для эффектного появления перед звездой он придумал идею с похищением актрисы. Но этот план в итоге не удался. Тогда он придумал новую идею. В номер гостиницы, в котором жила Наташа, доставили коробку с телевизором «Горизонт». Удивление Натальи было безмерным. Когда она открыла эту коробку, оттуда появился Денис. В итоге между молодыми завязались отношения. Но по личным причинам пара вынуждена была расстаться. Каждый жил своей жизнью. Наталья занималась наукой. Денис отправился служить в армию. Демобилизовавшись, он первым делом приехал к любимой девушке, которую не мог забыть. Но мама Наташи сказала, что Наталья вышла замуж, обманув тем самым будущего зятя. Спустя какое-то время молодой человек прочёл в одной из газет, что Наталья свободна. На следующий день он стоял на пороге её квартиры. И вскоре влюблённые поженились. В 1996 году у пары родилась дочь Олеся. Сам Денис хотел назвать дочь Забавой. Из-за их удивительно развивающихся отношений с Натальей. Мать Дениса предлагала имя Алиса. Но оба варианта были отклонены. В 2001 году пара рассталась. Но Наталья оставила фамилию мужа. В настоящее время Наталья Гусева-Мурашкевич является соучредителем компании диагностики в области инфекционных заболеваний. Наталья нередко появляется в качестве гости на всевозможных передачах, посвящённых фильму «Гости из будущего». Сейчас артрисе 49 лет. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok